И все, привет ребят, с мастер-майкностью записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен игровой тематике. Сегодня я вам дам немножечко советов, покажу, что у нас произошло с матчмейкингом после того, как выдали призы. Ну и посмотрим, насколько сильно новые устройства поменяли тот самый заветный матчмейкинг, так как всегда после таких глобальных ивентов с устройствами матчмейкинг меняется на первое время прям очень и очень кардинально. Запикаемся в определенное количество боев, то есть я возьму специально, поперепикиваю там 3-5 боев, и мы посмотрим, насколько большое количество новых устройств уже на момент выхода утреннего, да, выхода получения устройств меняется наш матчмейкинг, потому что я уверен, что если даже с утра у нас будет большое количество новых устройств в ММ, то что будет вечером, я вообще себе представить не могу. Как вы знаете, у нас в ивенте Сакуре выдали очень сильные и хорошие имбовые устройства на Скорпиона, на Страйкера, там еще было устройство на Фреза с Пульсаром, но в принципе, по сути, защита от Фреза с Пульсаром вам особо сильно ничем не поможет. Ну и был там у нас Гром стаковальный, но это тоже не имбовое устройство, Гаусс тоже, я бы сказал, что не суперсильное устройство. По сути, выдали два супер имбовых устройства, от которых теперь у вас должна быть защита при любом раскладе в матчмейкинге. Так ли это на самом деле или нет? Много ли этих устройств встречается в матчмейкинге после обновы? Сегодня мы все это дело протестируем, проверим, посмотрим. Ну а дальше я уже выскажу свою точку зрения и как вы должны действовать в матчмейкинге после таких обнов. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого, насколько я говорю, в аккаунте устанавливайте ему личные такты к темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего матчмейкинга, то я пикать буду просто обычные, обычные быстрые бои. То есть я запикаю сейчас где-то в 3-5 боев и просто в начале боя посмотрю, сколько новых есть устройств. По сути, всегда в таких ивентах новых устройств должно быть большое количество. Особенно сильных устройств по типу гидры на страйкер и как раз таки скорпиона. То есть вот скорпионы уже у нас имеются, я смотрю, у противников и у нас тоже. И также имеются те самые заветные гидры. Более чем я уверен, что эти устройства у нас не встречались до как раз таки получения и выдачи этих призов. Первая катка и сразу 3-4 устройства есть, да, то есть новых устройств. Это значит что? Это значит то, что у вас на первый период времени в матчмейкинге железобетон, железобетон, должен стоять резист, что от страйкера, что от скорпиона, да, потому что по сути эти пушки будут очень сильно влиять на матчмейкинг, да. То есть вот опять я запикиваюсь. Гидра 1, гидра 2. Против гидрочек нету, но зато есть скорпионы. Скорпион есть 1, скорпион есть 2. И у нас есть тоже скорпион 1 и все, да. То есть ну тоже не так много еще с утра и еще пока что не так много. Но в любом случае игроков количество, которое купило, да, все это дело, 100% большое. 100% большое количество игроков приобрели все эти самые заветные и замечательные устройства. Ну и я в том числе, да, я в том числе эту гидрочку теперь буду бодрить. Теперь контентик на гидрочке никто не отменял. И я в том числе тоже на этой гидре буду играть и буду стараться показывать хорошие контентовые результаты. Учитывая тот факт, что это устройство реально сейчас показывает супер вкусную динамику. Так, ну и вот я запикиваюсь опять в катку. Есть фрезы пульсара, есть скорпион, скорпион. За нас есть что? За нас наковальня есть, да. Но наковальня я бы не сказал, что это то, от чего нужно иметь резист, да. То есть, по сути, когда вы запикиваете в такую катку и видите там наковальню, то в этом ничего страшного нет. А вот резист от страйкера и от скорпиона это то, что 100% должно быть у вас в матчмейкинге, да. Поэтому если у вас нету этих резистов, то ситуация у вас будет явно уже похуже. Но если у вас есть, то в принципе вы уже, можно сказать, защищены по максимуму. То есть, вот в моем понимании сейчас вот такой вот резист актуальный. То есть, скорпион, страйкер, ну и дальше там либо шафт, либо, ну может там резист какой-нибудь от гаусса, рельсы, да. То есть, в зависимости от того, что там попадается. Ну и сами тоже возьмем, давайте, немножечко гидрочку пощупаем на контентик. Это, конечно, не полный обзор гидры, да. Я думаю, что с гидрой я отдельный видеоролик еще запишу. Но так, чисто сыграть, посмотреть, пощупать, как это все дело будет работать. Почему бы и нет. Думаю, что можно будет сейчас тоже чуть-чуть на нем навалить. И посмотреть, как это будет дело работать. Так, попробуем. Ага, понял, попробовали, попробовали. Ну, кстати, я даже немножко пока что удивлен, что не так много устройств новых появилось. Но в любом случае, я уверен на 100%, что до вечера, до вечера ситуация в матчмейкинге 100% кардинально поменяется. Поэтому задача ваша по резистам, это 100% иметь рез что от страйкера, что от скорпиона. Да, от этих двух пушек вам прям, ну вот, железобетон надо иметь резист. И страйкер с гидро, это, ну, в моем понимании, если вы вдруг еще не видели обзоры мои с этим устройством, это, ну, вот, просто то, с чем можно прям нереально жестко кайфовать и очень большое количество урона наносить. Но я думаю, что сделаю в ближайшее время отдельный обзор на это устройство. И покажу уже вам, как все это работает в рамках матчмейкинга. И насколько жестко это еще работает в рамках матчмейкинга, да. Потому что, в моем понимании, конечно, это устройство на страйкер просто превосходно. Так, ну, я вот вижу, что громы появляются, да, громы, но громы с теми устройствами, которых нет в ивенте. Но в любом случае, даже если и не с теми устройствами, которые были в ивенте, да, но они есть. То есть можно даже, по сути, еще и так предостеречь себя и взять резист сразу дополнительно от грома. Да, то есть, по сути, будут появляться и игроки, которые с резом от грома, да, ой, вернее, не с резом от грома, а с устройствами будут попадаться, да, с наковальнями. В любом случае, такие игроки будут, да, у которых, может, там, нету других каких-то имбовых замечательных устройств. И плюс страйкеры, плюс скорпионы. Это прям вот 100% будет так, да, то есть даже вот в рамках такого боя у нас 2 скорпиона против, 2 грома против. За нас, а за нас, кстати, особо нету, да, ну там громов парочку только есть. А так, игроков особо нету. Но скорпы, конечно, наваливают очень неплохой дамажик. Ну и молот здесь тоже еще наваливает сверху. Он нас что-то тут довольно быстро прессует, может быть, даже досрочка будет в рамках этого боя. Но не суть, наверное, важна особо сильно. Но гидра это просто, я не знаю, ребятки, это космос. Это космическое устройство. Просто нереально космическое устройство, которое на сегодняшний момент времени... Нифига чего лагает. На сегодняшний момент времени это вот то устройство, которое мне в ближайшем будущем будет приносить безумно большое и колоссальное количество позитивных эмоций, да. Потому что я, честно, очень сильно хотел получить это устройство на свой аккаунт. Так, ну у нас даже тиммейты борьбу какую-то пытаются показать. Даже пытаются что-то побороть. Пытаются что-то сделать. Я, честно, не знаю, какой вообще процентуаж игроков приобрел этот ивент Сакуры, да. Потому что разработчики сейчас вообще не афишируют такую информацию, да. То есть, например, сколько там купило, сколько игроков прошло, да. И у какого, например, большого количества игроков или небольшого количества игроков появились эти замечательные устройства. Но одно я знаю точно, да. Одно я знаю точно, то, что всегда, всегда в рамках таких ивентов это происходит. Да, всегда это происходит. И всегда матчмейкинг меняется под тот баланс устройств, который выдается с таких ивентов. К слову, о фризе, да, то есть фризов-то тоже после этого ивента станет значительно больше, потому что фриз с пульсаром это то устройство, которого тоже у большого количества игроков не было, и которое также может показывать очень сильные результаты. Другой вопрос, стоит ли брать, например, резист от фриза, да, есть ли в этом смысл, есть ли в этом профит. С одной стороны, с одной стороны, профита в этом нет, да, так как фриз с пульсаром наносит статус эффект, и есть у вас там резист, нет у вас там резиста, он при любом раскладе будет вас контрить и будет вас сливать. С другой стороны, с другой стороны, если крит не залетает в тайминг, да, то есть, ну, ну, например, представим ситуацию, да, то есть у него там крит залетел в вашу аптечку, да, и на протяжении там долгого периода времени крит не залетает и он просто наносит вам урон, то в таком случае резист будет полезен и будет вас спасать в моменте, да, и тогда, по сути, есть от него смысл. Но я считаю, что лучше взять, например, резист не от фриза, а взять резист, например, от, ну, от того же там грома, условно, да, то есть на дистанции вам это будет более полезно. Но тут уже зависит от того, какое количество фризов у вас в матчмейкинге встречается, да, то есть насколько большое количество этих фризов вам попадается в катки, потому что может попасться так, что у вас будет, например, там 5 фризов, да, или там 3 страйкера, 2 фриза, 2 скорпа, да, то есть тогда, по сути, вам и не надо уже иметь никакой другой резист, вы просто берете резист от фриза, чтобы закрыть последние пушки противника, да, и иметь резист от всех оппонентов. То есть все зависит от определенной конкретной катки, да, и уже от этого будете отталкиваться, да. На момент утра, понятное дело, что пока что еще, наверное, не так много игроков, кто имеет эти устройства, либо понял, что они появились, потому что бывают еще игроки, которые не знают о том, что у них появились эти новые замечательные устройства, да, а потом они уже начинают раздупляться и начинают уже играть с этими устройствами замечательными. Быть может и так, да, то есть, и как раз-таки уже там к моменту, как выйдет этот видеоролик, потому что он выйдет на следующий день, я думаю, что количество игроков с этими устройствами в матчмейкинге будет встречаться значительно, значительно больше, и вот те самые заветные советы от меня, да, с подбором резистов, они будут уже более актуальны и более продуктивны, да. Поэтому, ну, старайтесь просто принять это как факт, да, то есть не гореть на то, что в матчмейкинге стало столько имбовых устройств, а просто принять этот факт, взять резист и понять, что, ну, вот пройдет буквально неделя, две, и матчмейкинг плюс-минус вернется к старым метам, к старым вооружениям, к большему разнообразию, и уже большее количество игроков будет играть, ну, на всех устройствах, да, как это, ну, даже вот сейчас, да, то есть вот я сейчас, например, ну, хотя уже тоже, ну, такое, типа, фризы с пульсарами, да, то есть там три фриза, три фриза, два грамма, скорпиончик, но нет ни одного страйкера, да, с гидрой страйкера нету, то есть, может быть, даже и не так много гидр будет еще после этого ивента, потому что, чтобы гидру получить, надо было получить 41 монетку, да, может быть, не такое большое количество игроков все-таки до этой 41 монетки дошло, потому что у меня-то статистики нету, информации нету, я не знаю, сколько игроков дошло до этого всего дела, но там, условно, с фризами, с скорпионами точно большое количество игроков будет, потому что там не надо было какие-то большие цифры иметь, чтобы эти устройства получить, да, поэтому в целом, я думаю, что игроков вы будете встречать в большом количестве с этими всеми замечательными устройствами, ну, главное, просто не гореть, наверное, и спокойно реализовывать уже свои замечательные вооружения, просто уже с другим подбором резистов, да, поэтому, в моем понимании, это вообще, ну, стандартная практика, да, стандартная практика, когда матчмейкинг вот так вот меняется, и мета становится в таком виде, в котором дают нам разработчики новые устройства, да, и, по сути, наверное, в этом даже ничего плохого нету, единственное плохое, что есть, это то, что мы вот такую вот катку сливаем практически без шансов, а вот это, конечно, плохо, потому что в таких боях хотелось бы тоже показывать какую-то борьбу и пытаться выигрывать, хоть даже у нас больше здесь разговор про устройство и про то, как меняется матчмейкинг, но вы знаете, что я особо сильно такие каточки проигрывать не любитель, да, ну и, к слову о том, спасает ли резист от гидры, могу вам тоже сказать, что гидра это то устройство, которое резистом контрится на половину лишь, да, то есть, ну, если, конечно, будет большое количество резистов от страйкера, то уже будет потяжелее реализовать ее, да, но по безрезам гидра вообще дает лютого плотного контента, поэтому единственная возможность, которая у вас есть, спастись от этого устройства, да, если их еще и будет большое количество в матчмейкингах встречаться, там, наверное, 4, там, 5 гидр, да, то единственная ваша возможность спастись, это иметь как раз-таки 50% резист. Если у вас резиста не будет, то это устройство будет приносить очень большое количество проблем вам, очень большое количество проблем. Полторы минуты до конца боя, попробуем сейчас сделать какую-то реализацию, выжималову, аудишника, нормально, аудишку прожал, еще и сразу быстро с водой добил оппонента, но нас тут, конечно, прессует довольно жестко, довольно плотненько противничек играет. Эта сводочка у нас оказалась не рабочая, к сожалению. Так, ну и полторы минуты до конца, на камбэк у нас шансов нету. Блин, фризов очень много, очень много фризов. Я думал, что будет наоборот больше скорпионов и страйкеров, да, но у нас-то фризов стало намного больше, да, то есть, если вот судить по этой карте, то здесь, смотрите, просто фриз, 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 просто 3-4 фриза, просто наваливают эти фризы, да, потому что фриз с пульсаром-то он сильный, он реально сильный. Это реально устройство, которое может показывать результат и которое может реально приносить очень большое количество проблем вам, да, поэтому здесь вы тоже видите, да, что я думал, что, например, будет больше скорпионов с страйкерами, а матчмейкинг-то больше показывает, что на фризах игроки играют. Больше фризы пользуются спросом, но это тоже еще только и только начало, как оно повернется, например, сегодня вечером, я уже этого не знаю. Но, в любом случае, играть-то мы будем, поэтому посмотрим, что у нас с матчмейкингом уже произойдет. Но, что касаемо этой катки, остается у нас 15 секунд до конца боя, 15 секунд. Каточку мы, к сожалению, проигрываем, но даже с такой катки, даже с такого просто больше разговорного видоса, я сумел дать неплохое количество киллов. О, чего пишет? Изи Ванька. Понял. Понял, 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 понял. Так что, как-то так, ребяточки. Берите правильные, грамотные защиты. Можно брать, если в большом количестве фризы попадаются и резист от фриза, да, и, по сути, иметь резист что-то вроде вот такого. Да, то есть, скорпион, страйкер и резист от не тестового фриза. Вот так вот вы берете, ну и дополнительный броник, да, чтобы у вас тоже была защита от критических выстрелов. И вот с такими резистами уже, а, у меня вебка стоит. И вот с такими резистами уже играете в рамках нашего замечательного матчмейкинга. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как вам игра после обновления? Поменялся ли матчмейкинг или не поменялся? Пишите все свои мысли по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.